На ощупь, петелька за петелькой, Татьяна создает уникальный полотно. Картины художница вяжет по своей методике. Придуманный в свое время Луи Брайлем рельефно-точечный тактильный шрифт подтолкнул ее к созданию своей уникальной азбуки цвета. У меня осенило, что надо, как Брайль придумал, вот точечками помечать буквы, мне надо просто придумать помечать цвета. Голубой цвет – это один узелок, петелька – красный, три горошины на конце нитки – зеленый, два узелка – это бордовый цвет. И так со всеми оттенками. Комната, где живет художница – это и мастерская. Для работы есть все необходимое. Картонка, на которой разместится будущее произведение, нитки и спицы. Вначале художница вяжет фон, а уже после делает свои работы объемными. Меня это успокаивает. Я как медитирую во время вязания. Когда мне говорят, что терпения не хватает, я не могу понять, как может терпения не хватать, когда это как раз тренирует быть спокойной, все хорошо. Пряжа находит в секунду. Как и все, здесь материал лежит по своей технологии, по своеобразному шуршанию пакета. Художница понимает, где необходимый оттенок. Но самое первое, основное – это, конечно, задумка будущего произведения. А образы приходят совершенно по-разному. Снится, как будто я иду по лесу зимнему. Такие деревья в ине и в густом. Я проваливаюсь, мне холодно. И со мной собака – проводник. Ну, видимо, я мечтаю про собаку. В жизни у меня нет собаки проводника. И дома мы никогда не держали собаку. Как учители русского языка и литературы, близкие герои художественных произведений. Персонажам романа «Мастер и Маргарита» посвящены многие картины. Начинается она с того, что Булгаков говорит, «А веришь ли ты, читатель, что есть вечная любовь?» «Не веришь? Пойдем за мной, я тебе покажу такую любовь». А вот «Красавица и чудовище» стали популярной ошибкой в Азбуке. Картина прошла четыре выставки. И только на последнюю зритель обратил внимание, что у красавицы синее лицо. Незначительная ошибка придала особый смысл и уникальность всей работе. В Петербурге Татьяна с 2000 года. Из них последние пять лет здесь, в коммунальной квартире на Васильевском острове. Зрение она потеряла в 2006 году. Когда я потеряла зрение, я вдруг поняла, что человек не только пишет со своим почерком, а он живет со своим почерком. Именно свой почерк помог ей продолжить активный образ жизни. Теперь массажист по образованию и художница по призванию может научить каждого желающего считывать азбуку цвета и в прямом смысле воплощать сны в реальность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok